Александром Засом была специально разработана система тренировок, направленная на развитие силы человека. Его программа называлась «изометрической системой» и заключалась на тренировке сухожилий. Александр Зас произвел сенсацию в спортивном мире, применив изометрические упражнения. Многие спортсмены после включения этих упражнений в свою тренировку достигли большого результата. В начале столетия Александр применял свои изометрические упражнения в своих тренировках, а в 20-е годы использовал систему динамических упражнений с использованием цепей. Главный принцип системы Заса – это сила человека сосредоточена не в огромных бицепсах и развитой мускулатуре, а в крепости сухожилий. Именно развитые сухожилия и связки позволяют человеку в полной мере использовать силу собственных мышц. Для достижения максимальной физической силы Зас настоятельно советовал укреплять в первую очередь сухожилия и лишь затем уделять внимание наращиванию мышечной массы. Надо развивать то, что лежит в основе мускула, особенно сухожилия, а не объем мышц, писал Зас в своих работах. Динамические упражнения по рекомендации Заса необходимо выполнять для наращивания мышечной массы и гармоничного развития тела. Однако, в основу упражнения для приобретения силы он ставил изометрические упражнения, направленные на укрепление и развитие сухожилий. Первое. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Мешок. Отягощение. На полу, около носков. Наклониться, согнув ноги в коленях. Взять мешок руками и поднять на грудь. Зафиксировать на несколько секунд и вернуться в исходное положение. Повторить 10-15 раз. Второе. Исходное положение. Стоя, пятки вместе. Носки в росте. Мешок в руках на груди. Третье. Присесть медленно на носках с одновременным выжиманием мешка. Вверх на прямых руках. После зафиксировать и опустить мешок на грудь с одновременным выпрямлением ног. Повторить 10-15 раз. Третье. Исходное положение. Стоя, ноги на ширине плеч. Мешок на ладони одной руки у плеча. Выжать мешок на прямую руку. Повернуть его дважды влево и вправо. Вернуться в исходное положение. Повторять упражнение до отказа. Затем сменить руку. Четвертое. Исходное положение. Стоя, ноги несколько шире плеч. Мешок держать на ладони согнутой руки у плеча. Локоть отвести в сторону. Перебросить мешок с одной руки на другую. Таким образом, чтобы в полете мешок описывал полукруг. Затем повторить упражнение в арбатном порядке. Повышая траекторию полета. Повторить 10-15 раз. Пятое. Подбросить мешок над собой на 1-1,5 метра. Выпрямляя ноги. Поймать этот мешок на лопатке и шею. Затем сбросить себя и не давая упасть на пол. Поймать руками. Повторить 10-15 раз. Шестое. Лежа на спине. Снять мешок, находящийся на полу за головой. Прямыми руками немедленно поднять вверх до вертикального положения рук. Опустить на грудь. Выжать и медленно вернуться в исходное положение. Повторить 10-15 раз. Седьмое. Поднять ноги. Согнуть их в коленях. Положить мешок на ступни ног. И выжать, выпрямляя ноги. После фиксации опустить в исходное положение. Выполняется до отказа. Восьмое. Поднять мешок над головой. Дугой влево, вверх, прямыми руками. А затем дугой вправо, вниз. Опустить в исходное положение. Повторить упражнение в обратном порядке. Выполняю 10-15 раз. Продолжительность. Изометрические упражнения. Зависит от степени мышечного напряжения. Если прикладывается 60-70% от максимальной силы, то мышечные усилия должны длиться 8-10 секунд. Если 80-90% от 4 до 6 секунд. А при 100% нагрузке от 2 до 3 секунд. По мере тренированности максимальное усилие можно доводить до 6 секунд. Каждое упражнение повторяют от 2 до 5 раз. Тренировка не должна превышать 25 минут. 1. Цепь в согнутых руках перед грузью. Локти на уровне плеч. Прикладывая усилия, пытайтесь растянуть цепь. 2. Цепь в согнутых руках за головой. Старайтесь растянуть цепь. 3. Выполнение этого упражнения понадобится 2 цепи, к концам которых прикрепляются ручки. В одни ручки проденьте ступни ног, а другие возьмите в согнутые руки и поднимите к плечам. Растягивайте цепи вверх. Затем перецепите ручки на уровень с головой. 4. Ступню правой ноги проденьте в одну ручку цепи, а другую возьмите в правую руку и поднимите вверх. Рука должна быть немного согнута в локте. Выпрямляя руку, растягивайте цепь вверх. Повторите упражнение левой рукой. 5. Обмотайте цепь вокруг груди и закрепите ее. Затем, делая глубокий вдох, напрягая грудные мышцы и широчайшие мышцы спины, пытайтесь разорвать цепь. 6. Поставьте ноги шире плеч. Одну ручку цепи держите прямой левой рукой у одноименного колена, другую согнутой правой рукой у пояса. В таком положении растягивайте цепь. Затем смените исходное положение рук. 7. Закрепите один конец цепи за крюк в стене на уровне пояса, а другой возьмите в руки. Ноги поставьте шире плеч. Тяните за цепь, стараясь вырвать крюк из стены. 8. Закрепите один конец цепи за неподвижный крюк в полу. К другому концу прикрепите ручку и возьмитесь за нее руками на высоте колен. Напрягая ноги, спину и руки, пытайтесь оторвать крюк от пола. Затем, проделайте упражнение, держа ручку цепи на высоте пояса и за спиной. 9. Залогом своей феноменальной силы и богатырского здоровья Александр считал ежедневные тренировки. Кроме упорных тренировок, разработанных по своей программе, он ежедневно пробегал по 3 километра. Выполнял гимнастику, соблюдал исключительно здоровый образ жизни. Не пил и не курил. Спортсмен всегда старался правильно питаться и отдыхать. Хотя каких-то особых рекомендаций по диетам и режиму дня не оставил своим преемникам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем мир, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok